всех всех приветствую на моем канале сам себе режиссер меня зовут ольга не снимала я дня наверно 4 внутри точно потолки красила у меня не подвесные ванны там и в комнате на кухне я переделала столько дел переделала потихоньку то-то постираю вывешиваю тут вот вот он снимать конечно и такое не буду мало того что мы таких и так красавица раскрасавицы старушенцы а еще если футболки старые растянутых трениках то лучше не надо пугать людей у меня не такой канал чтобы я нараспашку там заходите все ко мне домой нет замочную скважинку так-то приглянуться можно сегодня я хотела в город сходить по делам но отставила через день пойду поэтому немножечко решила с головой заняться ничего не получается расчесалась на кухне пока дела поделала глянула и лохматая дай бог с ним бабушка есть бабушка ну за не совсем спутанные чуть-чуть при приму привета причесалась не в этом дело столько уборки цветы и кое какие пересадить рассадила перри валку сделала лавр у меня такой бедненький уже и обстригла листья надо было его перевалить горшки все лопаются потому что у меня балкон солнечный за 12 лет пластмассовые горшки приходят негодность они рассыпаются вот надо еще за горшками сходить но это не сейчас вообще цветы может быть надо уже и потихоньку но я и так много уже убрала мне очень много было сейчас уже не так я не рассаживаю и делаю детсады хотела сесть развлечься потом думаю ну что же я буду лежа я вообще не умею разговаривать лежа то есть вот так вот о чем-то а так конечно о чем о чем о жизни поговорить можно посмотрела я сегодня у меня когда что-то в ютубе выскакивает в ленте мне если интересно я смотрю и вот сегодня хоть я и знала об этой актрисе анна самохина такая красавица в сорок восемь лет ушла и вот сидела и задумалась но они много сказали все знают какая как она добивалась какой она в бедной семье родилась там вообще прямо таких я даже воочию не видела что они в общежитии на каких-то там матрасах спали ну в общем очень-очень-очень и она все-таки хотел актрисы стать но стала актрисой и как-то у нее все не получалось жизни убить камера я любила она очень хорошо вот они рассказывают актеры ее партнеры все были особенно мужчины без ума от нее но от того как она себя вела как она себя преподносила твою наверно боясь вот и есть такие женщины что им только скажешь хоть и наврешь что она красавица на тут же в объятия кидается она верит что она действительно покорила своей красотой это мало того что анечка была красавица талантливая она была еще умная можете сказать это хорошо а я вот считаю что это не очень хорошо для женщины когда у нее ума палата во первых она еще и предвидела у нее какое-то было ясновидение на сны видела пророческие вот красивые женщины они как-то тут даже не говорили что много зависти много злобык не отрицательная энергия она ведь человека может погубить и видимо так и случилось рассказывают ведь очень она играла поначалу бабы и любого там какого-то беспризорника например говорю такие отрицательные некрасивые роли сначала нам петербурге где-то там не буду вспоминать но где-то на периферии она она уже думала что и не получится у нее выйти на большую сцену она кино очень хотела уважала кино и чтобы сниматься в кино ну вот я к чему вот это все вот сколько они говорили почему-то у нее счастья не было понимаете вот у нее счастье не было а я дум подумала что не в личной жизни первый муж так они только дочь хорошо что от него получилось одна польза со вторым там с ресторанами с этими ничего не получилось так она ушла на ней эти рестораны были она была вот это и губит наверно вот ну я уже о женщине говорю о мужчинах не говорю вот женщину губит когда она открыта талантлива красиво вот если рестораны открыли то она своим творчеством хотела много сделать она и делала много на ней держалась а ведь блюдо сочинить сделать его или кого-то научить его сделать тоже талант это тоже творчество она этим занималась и был это же 90-е годы когда кино рухнуло когда те театра там она пришла там три человека она вот такая вот гордость она человеком очень плохо чек горды и она не стала выступать три человека было в зале и она ушла и и уволили я к чему что вот это вот гордость вот это вот гордость и само такое вот как вот сказать как человек знает себе ну не задается нужна и термо цену знает что порядочность чтобы как она относилась так и к ней чтобы относились не собирательством не занималась она ничего ничего не заработала с этими ресторанами на так все оставила потом она вложила деньги котлован там дом строили для квартиры тоже все проверялся вот не было у нее жилки стяжательства не было жилки выгоды вот в ютубе часто слышу что женщины они только с мужчинами сходятся по выгоде да почти все и такие женщины обычно ну как можно говорить ну они сами знают что они ничего не стоят без мужчины поэтому они цепляются ну кому повезет кого совсем уже не откинут а вот женщины самодостаточные или такие вот не унижаются не идут на компромиссы они очень плохо кончают с тем развелись от того ушли там оставили квартиру там бросили нажитое вот такие вот и теряют здоровье но все равно не идут на компромиссы сколько о ней говорили я смотрю как дорогой говорили ее качество честное добрая подельчивая талантливая не стяжательница нехитрая я так и думаю ну поэтому ты не прожила долго все на разрыв аорты как говорится а ведь и нервы они вот эту вот душу которую она распахивала которые топтались тот или иной человек она же выносила здоровье поэтому и болячки цепляются все таки я так думаю почему то чем честнее человек тем тем больше он получает по шее тем он чем он добрее тем он открытие тем он не хитрый не сплетник тем почему то ему в жизни как то все неудачно получается почему так не знаю ну вот смотрю со стороны тоже я вот и где я вообще прожила и сейчас со стороны смотрю хоть старая но и на молодых смотрю вот невзрачники и женщины такие вот ну ничего из себя не представляющие не образованный к примеру там значит она сама не заработает или у нее гордости просто по природе по своей нет одна хитрость вот они вцепятся в мужчину смотрю ни кожи ни рожи как говорится прости господи а все равно как она умеет своей хитростью все продумает все во время так сделает и ей уже пофигу какой он там мужчина лежу мужчина в штанах был у них почему-то таких женщин не самодостаточных невзрачных у них почему-то они чувство самосохранения за счет кого-то выжить вот они и живут как поймают мужчину или на дно или на другое там удочку как говорится и они живут за счет под мужчины потому что они знают что сами они ничего не смогут и вот на эту самохину тоже анечку я послушал я до этого все знала я все знала но еще раз прослушала ничего она от жизни не получила за счет того что он там красивая умная талантливого ничего одни разочарования одни неудачи и болячку заработала вот человек которому все пофигу он не совестью не мучается ну мелькнет там что-то я не сделал для кого-то и на этом все они не будут из-за этого не спать ночами там вот такие живут наверное бесконечно долго у них одно чтобы их кто-то поддержал в жизни денюжку дал и чтобы они все это поели все у них не заморочивается голова ни о чем выгода 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 выгоду получили и довольны вот каким легче жить им и болячки не пристают в тот вкус не пристают я не хочу чтобы приставали ну вот видно изворотливые хитрые они как-то легче живут пристроятся и живут где надо молчат где надо укусят где они понимают что это можно так не каждый может конечно и не каждая вот в ютубе говорят что женщина держится за мужчину когда ей выгодно но если выгодно тебе материально то не значит что ты должна из-за этого терпеть оскорбление унижение перегар нет пусть хоть какие деньги хоть как как хоть какой ремонт там тебе хоть какие тебе там отпуск на канарах нет это не не заменит человек который человек который себя уважает который считает что нельзя чтоб тебя обижал кто-то те не будут никогда идти на компромисс ну вот так вот Анечка сгорела она такая красивая я и так в кино любила я ее раз увидела и сразу фамилия запомнила ну вот все мы разные конечно ну вот смотришь же еще вот кино это кино это написали правда это может быть в жизни но прекрасно а если брать даже вот интернет многие же семьи показывают смотришь и думаешь только нам на фильмах где придумают что муж уважает жену что он дорожит ей что вот он ей там рост розу принес вот он есть не пошутил вот он ей помог там почему женщине должны помогать женщина если захочет должна помочь мужчине но ниже все говорят хороший муж помогает жене уже то что он станет с дивана уже считается что он помощник она также на работе тем более с детьми в основном все на ней если мужчина взял ребенка и повел зоопарк это уже ему прямо чуть ли не в плюс а если женщина хлещется с утра до вечера хорошая хозяйка как то почему у нас в мире или только у русских так потому что я говорю не голословно я же жизнь прожила я же многие семьи видела какую семью не придешь везде женщина страдает везде от невнимания пришел муж поел завалился на постель он даже не машина есть он даже как говорится не предложит там сумки не пойдет не принесет не всегда но приносят может быть я и молодости видела так удивлялась он поехал на работу на машине а жена с сумками идет гастронома было такое вот я все время удивлялась ну сейчас удивляюсь а тогда в порядке вещей даже не замечали этого если женщина сумками идет я не вижу хоть какой-то мужчина подбежал у нее сумки забрал вот не видела может быть мы вот в этом в районном центре прожили там же да и в городах вот не знаю может быть мы сами виноваты мы сами я и баба и мужик как называется я и лошадь я и бык я и баба и мужик мы сами берем бразды свою но мужчина не сделал все женщина идет и делает а если женщина не сделал ай-яй-яй как это мужчина будет себе готовить а женщина на что какое-то несоответствие вообще ну вот ю тубе смотрю много женщин одиноких они жизнь прожили без мужчин когда могли без них жить молодые были мы встречали ни одного другого мужчину а когда остались на пенсии шестьдесят там пять шесть семь сейчас они мечтают что у них будет такой друг мужчина который будет помогать в этом возрасте мужчины ищут чтобы за ними ходили не будут они старые мужики деды тебе там что-то делать они хотят зайти с женщиной чтоб она была как нянечка как повариха стирала убирала может быть не на там стирка уборка сейчас машина есть но ведь одинокий человек он же может и заболеть уже при ком то ему легче будет я думаю так не верю я в то что мужчина прямо сиди сидел сидел один или там с женой разошелся и вдруг он какую-то женщину встретил хозяйка раз хозяйка прям такая что пришел к ней и прям он свои руки ей подложил в помощь не будет такого жалко женщин которые сидят рассуждают что вот нет такого там нет такого да я такая да я вот такая все поезд ушел сейчас надо возле детей как-то надежда на детей нет значит дом престарелых смешно конечно я смотрю этих женщин жалею их они все время говорят что какой-то друг у них должен появиться и появится и надеются руки как крюки у меня потому что я потолок белила сама первый раз валиком ничего так получилось не очень качественно но зато воздух чище как-то посвежело натянутые потолки не могу я задыхаюсь можно было натянуть потолок но я задыхаюсь я даже вот когда у дочери нахожусь мне тяжело это дышать я часто открываю балкон даже зимой на немножечко хотя бы внука в комнате прям так открываю на проветривание верхнюю верхнее окно дышать нечем и кругом обои эти дорогие не толстые они виниловые или какие там потолок этот резина какая-то линолеум дышать нечем поэтому у меня очень простые обои гор рогушка бумажные можно сменить их как-то живу одним днем я не хочу в этих хоромах этих оба тем более это я живу пока живу это квартира моего племянника смысл нет ничего покупать здесь дети живут в комсомольске мне здесь все равно не доживать я так думаю а там как получится вот уже 12 лет живу и живу далее но им бы можно было сменить но это надо все убирать вот такие диваны у меня три спальных места это заморачиваться жду что дальше будет не нравится мне большие дома квартиры где там у них паркет где ну как не нравится мне визуально нравится но за этим надо ухаживать это надо без конца иметь все вот эти вот натирать если красивое все надо и дуб этот и все лестнице все это надо а конечно убирать и я не хотела бы этого уже годы не те уже скоро 70 лет уже не до этого вот уже есть диванчик кроватка есть стол холодильник там газ не газ у меня электроплита там ну вот кухня есть и спальное место есть больше ничего не надо ничего я уже ничего не хочу все уже вот так вот послушала я сегодня про Аню Самохину и вспомнила наших бабушек которые ждут чего-то от жизни молодые красивые умные ничего не смогли найти так она не нашла для себя тут говорили говорили ее партнеры по кино она так и не нашла своего человека так и не нашла во первых ее побаивались красавица умница с ней надо быть человеку такому который бы в чем-то ее превосходил чтобы она уважала этого человека девочки бабушки но нельзя находиться вместе в квартире с тем человеком который ниже твоего там характера интеллекта ну ну во всем ты видишь что вообще с ним не о чем поговорить у нас ничего общего такими людьми невозможно общаться которые которые на грани хоть женщины хоть мужчины но нельзя это разные планеты это очень тяжело а а как подобрать под себя это нереально в молодости уже не всем повезло а в старости как он будет шлепать здесь когда он тебя раздражает допустим тебе хоть какой линолеум застелит даже если сможет все равно мне не надо ничего ну чтоб я его не видела даже вот просто отношения бабушка с бабушкой и то не всегда есть такие примитивные бабушки с ними вообще не о чем говорить они раздражают только и такую ерунду мелят что невозможно вот такие отсталые они никогда не учились они только знают выгоду хитрость чтоб что-то где-то поиметь все ни о какой книге даже нельзя поговорить что это очень далекие люди даже вот на среднем таком уровне ты об одном говоришь а он совершенно другом такую мутату молотит что хоть всех святых выноси нет надо по себе чтоб был человек хоть в квартире хоть где-то на лавочке вот так ушла Анечка послушала и мне навеяло что я вижу женщины все пытаются жалко всех посмотришь прям а есть с мужьями смотришь муж не к черту они уже старенькие уже такие сами себе ходят она в одном там он в другом они уже как-то там ну не видно что люди прям духовно близки живут и живут за столько лет по 50 лет проживут конечно уже куда а кто одинокий они как в том этом басне то про стрекозу конечно когда были молодые им хорошо было а теперь то бы вот кто-нибудь бы пригрел да да все лето прошло ну ничего как-нибудь доживем я конечно никогда об этом не мечтала не думала я знаю что это все ерунда пока могла работать работала старалась себя работой занять окружение какое было там на работе временное такое проходила так все в заботах то начну консервировать то тортиками увлеклась стараясь стряпать что-то делать вот потолками потолки вот побелела этот раз и знаешь что если придется уже одной ну как сказать старенькой совсем то я думаю уже буду как-нибудь с детьми как-нибудь никто не знает что нас ждет дальше никто такая вот молодая 48 лет самохина и вот так сгорела а мы слава богу до 70 дожили еще хотим чего-то ой ну вроде бы надо хватит то я намного наговорила всем пока-пока будьте счастливы будьте счастливы